Это случилось лет триста назад. Жил на Тартуге бесстрашный пират. Был он силен и отважен и смел, Но буковку Р говорить не умел. А буква Р как нарочно старалась, В важные очень слова забиралась. Карта, корабль, пиастры, враг. Не обойтись без нее здесь никак. Если на месте нет буковки Р, Слово меняется. Вот, например, хочет пират попросить. Дайте ром. А получается что? Дайте лом. Лезет в окно, говорит, дайте руку. А получается что? Дайте луку. Он огорчался. А кто будет рад, если не можешь сказать, Я пират? На абордаж, как ему закричать? Вот и решил, лучше буду молчать. Молча в бою ловко шпагой он машет И никому ни словечка не скажет. Все отмечают победу, Он снова рядом сидит и не скажет ни слова. Даже сокровищем был он не рад. Клад раскопал, и зачем ему клад? Коль похвалиться ты им не сумел. Ох, и наделала эрг вредных дел. Так бы и жить ему с буковкой в ссоре. Но как-то плавал пират в синем море. Вдруг видит гребень в пучине морской. Он развернулся, сказал тихо. Ой, смотрит пират, рядом гребень второй. И уже громче сказал он. Ой-ой, третий, четвертый, здесь стая акул. Тут уже тянет на караул. И представляете, чудо случилось. Буковка Р у него получилась. И позабыв про опасных акул, Он хохотал и кричал, караул. Кушать акулы, конечно, хотели. Но поразмыслив, пирата не съели. Странный какой-то. Акул не боится, да такого живот разболится. Больше пират не молчит. И теперь может сказать он. И якорь, и дверь, парус, и остров, корабль и море. Даже поет он с пиратами в хоре. С буковкой Р подружился пират. И порычать от души даже рад. Но все равно, чтобы не разучиться, Если заплыть ему в море случится, Он что есть силы кричит. Караул! Так и прослыл чудаком о акул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова